МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. Сегодня в нашем выпуске. Трагедия в Новочебоксарске. При пожаре погибли маленькие дети. Все для победы. Ветеран вспоминает о строительстве сурского оборонительного рубежа. Третье место в России. Чубоксарские школьники взяли бронзу на всероссийских соревнованиях по мини-футболу. Ужасная трагедия в Новочебоксарске унесла жизни двух малолетних детей. Родные брат и сестра погибли при пожаре в квартире. Девочке было пять лет, а мальчику не исполнилось и двух. Дети были дома одни. Пожар вспыхнул 3 апреля примерно в 19.45 вечера. Горела квартира на первом этаже многоквартирного дома по речному бульвару. По данным правоохранительных органов, мама оставила детей одних и ушла по своим делам. Уже произошло пять пожаров от детской шалости с огнем. Вчера в 19.48 обнаружено двое погибших детей на квартирном доме в Новочебоксарске, 12-этажном. Как обычно, детская шалость с огнем, баловались зажигалкой. К сожалению, в данном случае трагедия способствовала то, что мать родная оставила детей запертыми за железной дверью на два замка и уехала отдыхать. Дети не смогли выбраться из квартиры. Они погибли от отравления угарным газом. Мы считаем, что в данном случае вина лежит полностью на родителях. Поэтому призываем всех родителей не оставлять детей несовершеннолетних одних. Учить их, прежде всего, не паниковать во время ситуации пожаров. Объяснять, как выходить из помещений, из зданий, из сооружений, из квартиры. Что нужно всегда покидать, когда только начинается дым. Что в первую очередь спасение детей, людей и только потом имущество. Вот на это надо нацелить своих родных, близких и детей в том числе. Как такое могло произойти, сейчас выясняют прокуратура и Следственный комитет. По факту смерти детей возбуждено уголовное дело. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Новочебоксарска. Она подозревается в причинении смерти по неосторожности двум лицам. По версии следствия, 3 апреля подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения ушла из своей квартиры, оставив там своих малолетних детей. Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается. Матери, которая оставила своих детей без присмотра, может грозить до 4 лет лишения свободы. Количество несчастных случаев на производстве в республике снижается. Это результат взаимодействия руководителей предприятий с объединениями по защите прав работников. Какие меры помогут улучшить условия охраны труда сегодня, обсудили председатель общества профсоюзов и глава региона. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Профсоюзный контроль за работодателями в республике усиливается. К проверкам предприятий подключаются и уполномоченные по охране труда. Подготовка специалистов выходит на первый план. Только в прошлом году аттестовали 350 человек. Мы, конечно, сейчас много работаем по защите трудовых прав работников. В 87 судах наши были представители на стороне членов профсоюзов. Тогда трудовые споры рассматривали. 86 дел мы выиграли по социальному массовому обстановку в республике. Спасибо. Она хорошая такая. Действительно приятно, что мы поднялись в рейтинге средней заработной платы. Я думаю, что это сыграло уже позапрошлогоднее. От 20 декабря ваш указ о мерах по повышению заработной платы в республике. Рост уровня заработной платы – приоритет. Так, отметил Михаил Игнатьев, республика выполняет в полном объеме целевые индикаторы повышения оплаты труда в бюджетной сфере. И по трудоустройству, которые обращаются по нашей программе поддержка занятости, у нас тоже по сравнению с другими регионами Российской Федерации позитивная динамика. Те, которые обращаются, во-первых, пользуются возможностями переквалификации, переобучения. И ежегодно на эти мероприятия мы выделяем соответствующие средства 450-500 миллионов рублей ежегодно. У нас нет каких-то таких больших проблем, по которым мы не можем договориться. Вопросы, конечно, есть и у работодателей, и у органов власти, и у нас. Но на сегодняшний момент мы все-таки достигаем того консенсуса. Почти 4000 человек к нам обратились за консультацией, мы там дали, какие необходимы консультации. Еще одна задача – приобщение работников предприятий к спорту. Глава региона отметил, что здесь многое зависит именно от профсоюзов. Под их эгидой каждый год в республике проходит спартакиада трудовых коллективов. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Ни одно десятилетие она помогала незрячим людям поверить в себя, научиться жить полной жизнью. С Еленой Моревой познакомилась наша съемочная группа. Диагноз катаракты Елене Александровне поставили еще в детстве. Трижды делали операцию, но зрение восстановить не удалось. Она инвалид первой группы, как никто другой понимает, как трудно приходится незрячим людям. В 1982 году она вступила в общество слепых, а в 1992 возглавила отделение и с тех пор активно помогает инвалидам по зрению. Стараемся их трудоустроить. Это центр обслуживания. Мы с ними работаем тесно. Если так трудоустроить инвалиды по зрению, конечно, мало, потому что они большинство нетрудоспособные. Или они пожилые, или молодые, зрение плохое совсем. Но есть такие, которые могут, которые должны работать, могут работать. Мы стараемся трудоустроить. Трудоустройством дело не ограничивается. Незрячие и слабовидящие люди активно участвуют в различных конкурсах, соревнованиях, бывают на творческих встречах. В обществе 168 человек, и у каждого своя судьба. Она молодец. Она очень-очень старается за свою работу. Звонит, общается. Ключ находит. Мы общество. Это для нас второй дом. Мы там собираемся, обсуждаем, готовимся к выступлениям. За свою работу Елена Александровна получила множество наград. Сейчас к ним добавилась еще одна. За заслуги перед Всероссийским обществом слепых первой степени. Но награды не главное, говорит Елена Александровна. Это мне дает вдохновение, радость, счастье. Просто общаешься людьми, просто получаешь заряд энергии. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика. Чуть больше месяца остается до одного из главных праздников нашей страны 9 мая. И мы продолжаем знакомить вас, уважаемые телезрители, с теми, кто отстоял Родину, сражаясь на фронте и работая в тылу. В этот раз наша съемочная группа отправилась в Красные Читая и познакомилась с Еленой Захаровой, которой в 1941 исполнилось 17. Центральная библиотека Красночитайского района. Здесь в одной из книг районной энциклопедии есть статья про мужа Елены Захаровой, Ефима Феофановича, который участвовал в боях за освобождение белорусского города Мозырь. Помню, в этом сражении наш полк потерял половину состава. Однажды пришли мессершмиты, и на нас обрушился град пуль и снарядов. Ефима Феофановича 4 года нет в живых, и теперь его историю дошколятам рассказывает жена Елена Васильевна. Впрочем, и по ее биографии можно написать книгу. Пока будущий муж был на фронте, 17-летней девушке приходилось рыть окопы. Осенью 1941 года, когда немцы шли на Москву, началось строительство сурского оборонительного рубежа. В Красночитайском районе он проходил вдоль деревни Пандикова. Когда война началась, нас выслали на окопах. Зимой лес рубили, а летом на торфу работали. Зима в тот год выдалась лютой. Температура опускалась ниже 40 градусов. Особенно холодно было по ночам. Спали прямо в одежде. Однажды Елена Васильевна проснулась от того, что на ней загорелись лапти. Единственная дочка рассказывает, что время для мамы, как и для всей страны, было непростым. И голод, и холод. И почки ели там в лесу тоже. Нету еды. По 200 грамм хлеба давали, а больше там ничего. О том, как узнала, что наши победили, женщина не может говорить себе слез даже спустя 74 года. Мы пошли пешком за Суру, в Пельну, на рынок. И там узнали, что война закончилась. Сначала все застыли, а потом заплакали. Впереди была, хоть и непростая, но мирная жизнь. Счастливый брак длиной 58 лет. Дети, внуки и правнуки. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Андрей Шоклев. Республика. Дети, внуки и правнуки. Не общаться с человеком, группой людей, целым залом. Навык, которым в наши дни должен владеть каждый. Не беда, если вы испытываете некоторые проблемы. Коммуникационные способности можно развить. Проблемы и мастерство публичного выступления. Под таким названием прошел семинар-практикум в Русском драматическом театре. Его провела народная артистка Чуваши Лариса Родик. Кружится голова, потеют ладошки, никак не удается унять дрожь. Не стоит сразу бежать с этими симптомами к врачу и ставить себе диагноз. Возможно, ваш организм так реагирует на публичное выступление. Для некоторых это превращается в настоящую пытку. Как научиться держать себя в руках и не бояться больших аудиторий? И можно ли преодолеть боязнь сцены? Это реально только в том случае, если это чаще практиковать. Нужен настрой. Всегда доброжелательный настрой. Ни в коем случае не настраиваться на страх, потому что надо идти наоборот навстречу этому страху, и страх окажется позади. Нужно снять лишнее мышечное напряжение, понизить уровень адреналина. Это уже второе занятие по счету, практическое. Откуда идет звук и для чего нужно разогревать мышцы лица? Под чутким руководством участники практикума выполняли специальные дикционные и дыхательные упражнения. Вот эти гайморовые полости – это центр звука. Центр звука. Так, как вы здесь звучите, это ваш центральный звук. Голосоведение – это отдельный раздел сценической речи. Очень важный, кстати. Часто человек даже не знает, как звучит его природный голос. Мальчики, зачастую, которые растут в семьях без отцов, и которые слышат только женскую речь, бабушек и мам, они, естественно, начинают подражать и завышают свой голос. И когда начинаешь вибрациями, специальными упражнениями освобождать тело и вызывать приятные ощущения, тогда и голос начинает преобразовываться. И очень часто даже некоторые молодые люди даже пугаются и плачут, потому что они не знают, что у них такой низкий, бархатный, природный голос. Даниил Иванов, напротив, точно знает, как он звучит. Сейчас у него нет никаких проблем с дикцией и голосом. Он уже три года занимается техникой речи. Приходилось постоянно утрировать, разговаривать, допустим, с мамой, сидя дома на кухне. И я разговаривал именно таким способом. Здравствуй, мама. Я пришел с учебы. Что сегодня на обед? Она думала, что я немножко помешан уже от этой учебы-то. Но нет, но нет. В итоге мышцы, они запоминаются. Теперь Даниил даже не задумывается о том, как говорить. Его мышечная память работает отменно. Кстати, такие мастер-классы полезны не только тем, кто, как и Даниил, решил связать свою жизнь со сценой, но и каждому человеку, чтобы даже в повседневной жизни говорить ясно, выразительно и красиво. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. Под видом массажа оказывали интимные услуги. Сотрудники следственного управления МВД Почувашии завершили расследование уголовного дела в отношении семи жителей республики, организовавших притон, где работали жрицы любви. Следствие полагает, что в криминальный бизнес, где оказывались интимные услуги, были втянуты не менее 17 девушек. Продолжит Егор Алексеев. Операция по задержанию организаторов незаконного бизнеса по оказанию сексуальных услуг прошла в Чебоксарах летом прошлого года. Тогда в неприметный массажный салон сотрудники полиции нагрянули вместе с бойцами СОБР. Визит правоохранителей был тщательно спланирован. Поэтому, ворвавшись в притон, стражи порядка застали и администраторов, и работниц, оказывающих интимные услуги. Была получена оперативная информация о том, что в городе Чебоксары и в городе Новочебоксарск неустановленные лица организовали притон для занятия при институции под видом салона эротического массажа. В ходе проверки полученной информации факт оказания сексуальных услуг за денежное вознаграждение подтвердился. Как установило следствие, организатором притона являлся 36-летний житель Новочебоксарска. К нелегальному бизнесу он привлек своих знакомых, которые выполняли роли помощников и охранников, контролирующих заведения. Поиском девушек занималась супруга Новочебоксарса, в основном через интернет. Заведение, где кроме массажа можно было получить нечто большее, начало принимать клиентов еще в 2015 году. В организованной группе состояли 7 человек, у каждого были распределены роли. Администраторы встречали гостей, отвечали на звонки, рассказывали про интимные услуги, которые будут оказывать им девушки. Кроме того, брали деньги. За услуги и в последующем деньги передавались уже непосредственно организатору, который распределял данные деньги по своему усмотрению. По версии правоохранителей, в занятия проституцией были вовлечены 17 девушек. Следствие по данному факту длилось почти 9 месяцев. Материалы уголовного дела составили 18 томов. Сотрудникам уголовного розыска и следователям был произведен обыск по месту интим-салона, а также местам жительства фигуранта, в ходе которого были изъяты денежные сестра, телефоны, планшеты, а также записи с указанием ежедневной выручки. Организаторы и участники группы сейчас находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. За организацию и вовлечение в занятия проституцией подсудимым грозит до 8 лет лишения свободы. Третье место в России. Бронзовые медали привезли футболисты 61-й школы с финальных соревнований проекта «Минифутбол в школу». За главные призы боролись 56 коллективов школьников. Пошел разбег Дубровин, ну и удар, мягко говоря, не получается у него. Но Захаров очень легко этот пенальти берет. Применил там хорошую тактику. Я открыл игроку угол и он именно туда и ударил. Тактика Ваню не подвела. Соперники из команды «Урожай» Ставропольского края на уловку велись один за другим. Плюс к этому точность чебоксарских футболистов. И серия послематчевых пенальти решила исход матча в пользу наших. Третье место. Команда Чебоксара. Поздравляю традиционно всех, кто связан с этой командой. Игроков, родителей, болельщиков, друзей и так далее и тому подобное. Так нелегко даются победы, особенно на высоком уровне. После приезда на родину два дня отдыха и снова на тренировку. Они уже приняли поздравления от главы «Чувашия» Михаила Игнатьева. На бронзовых призеров всероссийских соревнований с восхищением смотрят младшеклассники. Сегодня задание поиграть, расслабиться. Потому что они приехали перегружены, загружены. Я им и так дал два дня отдохнуть. Парни учатся в соседних кабинетах или за одной партой. Поэтому понимают друг друга с полуслова. Большинство пришли в футбольную секцию еще в первом классе. Иван Захаров из своих 16-ти 10 лет уже отдал футболу. Кстати, на соревновании мини-футбол в школу он стал лучшим голкипером турнира. Я контролирую игру, я подсказываю всем ребятам на поле, что делать нужно, кому пас отдать. Контролирую всей командой. Вратарь живет часть команды, ой, полкоманды. В зале железная дисциплина. Команда, пропустившая мяч, отправляется на лестницу. И это не наказание, а дополнительная разминка. Цель называется «Частота». Это получается для мышц, бедерных мышц, чтобы, например, корпус нормально ставить и бегать быстро. Мы занимаемся 4 раза в неделю. Это получается часов 10 в неделю мы отдаем футбол. Тренер Сергей Лесин на каждую тренировку ставит разные задачи. Дает индивидуальные упражнения. С теми, кто помоложе, отрабатывает технику с более опытными, тактику. Выдвигайтесь в прессе, там двое играете. Выдвигайтесь, три в три пошли. Перспектива у детей есть. В принципе, можно любого ребенка отправить на просмотр. Если он приглянется, его могут оставить. Но они пока решили, что мы будем играть за школу. Никуда не хотим. Будем играть и добиваться клуба первого места. Дополнительный стимул и для тренера, и для команды – выйти на первое место. Пока у футболистов на соревнованиях мини-футбол в школу серебро в 2015 году, бронза в этом. Я надеюсь, что команды, которые сегодня у нас занимались, у них еще есть год в запасе. И они на следующий год выступят так же удачно и займут уже не третье, а первое место в финале России. 61-я школа с давними футбольными традициями. К Сергею Лесину ходят от дошколят до старшеклассников. Всего около 200 ребят. В этом году на окружных соревнованиях дебютировала команда девушек. Чуть позже тренировки из футзала переберутся на открытую площадку с искусственным покрытием, где школьники будут готовиться штурмовать очередные вершины. Ирина Волкова, Валерий Резюков. Республика. Сегодня в одном из отделений Сбербанка в Чубоксарах поздравили миллионного клиента, который оформил страховую защиту средств на банковских картах от киберинцидентов. Об этом далее. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Защитить средства на всех своих картах, привязанных к счету в Сбербанке, от киберинцидентов решил Алексей Федоров и стал миллионным клиентом, который воспользовался этой услугой. Компания Сбербанк Страхование определила миллионного клиента, который подключил данную услугу, и Алексеем, клиентом стали вы. Я вам вручаю вот этот сертификат. Спасибо. Это не все. У нас еще есть такой подарок. По данным МВД, только за прошлый год в нашей республике зафиксировано полторы тысячи фактов хищения средств с банковских карт. В масштабах России ущерб составил миллиард рублей. Большая часть хищений совершается мошенниками с помощью несанкционированного прямого доступа к картам, либо с использованием методов социальной инженерии, то есть побуждением владельцев карт самостоятельно совершать перевод путем обмана или злоупотребления доверием. Алексей решил оформить страховку после того, как со злоумышленниками столкнулись его знакомые. В наше время надо всегда быть застрахованным. То есть какая-то защита никогда не помешает от мошенников, от потери, от кражи. Все большее количество клиентов пользуется страховыми продуктами. Самым популярным на текущий момент является защита банковских карт. Отчасти это связано с тем, что клиенты становятся более финансово грамотными. И второе, то, что, наверное, у нас возрастает количество рисков именно в банковской сфере. Поэтому клиенты защищают себя именно таким образом. Сбербанк постоянно совершенствует технологии защиты своих клиентов, разрабатывает многоуровневые системы безопасности. В декабре прошлого года впервые в России к страхованию банковских карт добавили возможность защищать их в том числе от киберинцидентов, несанкционированных платежей в результате заражения смартфонов вредоносными программами или компрометации данных банковской карты методами социальной инженерии через смартфоны. В продукт включен дополнительный сервис – бесплатная установка на смартфоны, защищенного решения от лаборатории Касперского. Однако действия мошенников становятся все изощреннее. Они постоянно придумывают новые схемы обмана. Страховая защита позволит быть на шаг впереди. И данный полис защищает в случае, если, например, этот клиент снял денежное средство, но потерял кошелек, в котором и находилась данная сумма. Все это произошло в течение двух часов. Так как у клиента была оформлена данный полис, то вся денежная сумма клиенту была возвращена. Либо очень часто бывает, что наши пенсионеры все-таки подвержены тому, что отвечают на смс-сообщение, которое всылают мошенники. Соответственно, полис защищает от таких рисков. Чтобы вернуть средства в случае инцидента, владельцу полиса достаточно обратиться в колл-центр банка для блокировки карты, а затем сообщить о произошедшем в страховую компанию. Оформить такой полис можно в любом филиале Сбербанка на территории Чувашской республики. А подать заявление на возмещение средств любым удобным способом – напрямую в страховую компанию, либо через отделение Сбербанка.